МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О, какой! Сегодня прям народу что-то у нас тут. Всем привет! У нас сегодня последний, кажется, тёплый день. С завтрашнего дня пасмурная погода, уже похолодание, будут дожди, будем, наверное, ловить щуку. А сегодня я решил погонять окуня. Сегодня соревнования идут. Ребята уплыли на реку. А я хочу попробовать половить здесь с пристани окуней, посмотреть, уйду ли я от нуля, уговорю ли я здесь сегодня окуня. Он не очень активен, хотя белой рыбы очень много, и под ней, в принципе, ходит окунь, но он пассивный. Будем пробовать, давайте. Из приманок у меня вот какая-то кракозябрат фирмы Борода Б. Вот такая вот тоже кракозябрат фирмы Борода Бейтс. Кстати, вот эта хитовая резина у меня почему-то получилась в этом сезоне по окуне. Я ей прям очень плотно ловлю, и вот она ещё в других цветах немножко у меня тут. Айра. Вот она, видите, разных цветов у меня. Естественно, что будем ещё пробовать на фанатик Лярву, на вот таких вот рачков. Ну и дальше я покажу ещё на что. В принципе, если я не называю фирму производителя, то я выложу это всё под видео в описании. А вот ещё одна приманочка, это от фирмы Акой. Вот такая вот. Тоже прикольная штука, ловит хорошо. Палочка у меня сегодня графит-лидер Аспрода 16 грамм, 7,82. Катушка Экзист. Для начала будем пробовать ловить на Лярву с 5,5-граммовой головой. Тут надо понять, где он есть, в какой зоне окунь находится. Еле-еле проводку делаю. Прям вот такими слабыми-слабыми потяжками. Видите? Тут главное понять, где он стоит. А стоит он сейчас у нас на ближней бровке. Поэтому я поставил полегче голову и не кидаю до того берега. Веду буквально вот лёгкими-лёгкими потяжками. Он не сразу берёт. Вот он как бы подходит, покусывает. Ах ты, блин, а! Оп! Есть! Ой, сошёл, а! Вокруг куча белой рыбы плещется. И вот он, окунь, как раз под этой белой рыбой у нас и крутится. Оп! Вот так вот. Берёт вообще в ближней зоне. Ну чё, хороший окунь на уху наловлю. Вот ещё люблю ловить на вот таких маленьких рачков. Тоже не помню от какой фирмы, но всё в описании будет под видео. Вот такие вот маленькие рачки. Но сначала поставим мансовский твистерок на трёхграммовой голове. Проводку лёгкое-лёгкое, подергивание с протаскиванием. Оп! Ха-ха-ха-ха! Вот вам и окунь. Вполне нормальный окунь. Видите? К вопросу о том, как уговорить пассивного окуня. Он то берёт на более крупные приманки, то вообще начинает брать на вот такие микрухи. Кстати, вот эти мансовские твистера, почему-то незаслуженно забытая многими приманка, ловят, между прочим, абсолютно регулярно. И абсолютно разную рыбу, вплоть до белой рыбы. Вот я плотвую, краснопёрку на эти твистера ловлю. Прекрасно ловят. Сейчас ко мне в гости ещё товарищ подойдёт. Ловит там с центральной пристани. Погода хорошая. Вот сегодня денёчек ещё один стоит. Вот окунь я поймал. Вот, ну вот, вот, ну вот эту и я сижу ловлю. А чё ты вот эту не пробуешь? Вот я ловлю сегодня. Вот, ты же видишь? Вот я сегодня на неё, сколько я уже поймал окуней. Он сегодня клюёт, клевал. У меня вообще прям вот тут, вот здесь, прям рядом. Вот так вот. Вот тебе и лярва. Вообще я на уху собираю. Хочу ухи сварить. Вот к вопросу, видишь? Сначала клевал на лярву, потом перестал. Потом стал клевать на какие-то вообще совсем микрухи на мои. На эти. Всё, поклёвка. Вот. А потом перестал клевать опять на микрухи. Вот видишь, опять стал клевать на лярву. То есть не получается на что-то одно ловить. Он всё время как-то вкусы свои меняет тут вот. Ну чё, нормальный окунёк. Борода бейтс. Резина аэро от бороды бейтс. Отлично. Вот смотри, вот когда она вообще пассивно клюёт. Я вообще вот так монтирую, видишь? Чтоб больше играли. Да, вот так вот монтирую. О. И она тогда вообще получается, что приманка работает очень хорошо. Вот сейчас такой монтаж и попробуем. Вот она, Валерка. Всё, 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 я не метал. Ушёл, а? Ушёл? Ну, правильно я же тебе говорю. Хвостик заиграл, у тебя сразу появился результат. Вот она, видишь? Это что? Хороший. Оп! Ой, ты же. Вот к вопросу об вот этом монтаже. Вот медленная проводка прям волочением по дну. Вот с таким монтажом. И пассивный окунь на неё прекрасно реагирует. На вот такой монтаж. То есть это монтаж для пассивного окуня. К вопросу, как уйти от нуля. Я не часто такой монтаж использую. Но вот именно когда окунь пассивный, когда его надо уговорить, понимаешь, тогда я использую такой монтаж. Конечно, когда активный окунь, такой монтаж смысла нет использовать. Больше потерь приманок будет. Просто естественным образом она просто будет сама по себе обрываться, понимаешь? Надо спросить у эксперта Валерия. Но эксперт Валерий сегодня... У него сегодня выходной, у эксперта Валерия. Мне приходится за него всю чёрную работу делать. Вот интересный нюанс. Вот я ловлю на лярву, а Лёша у нас ловит на вот такую бороду бейтс. Причём, что интересно, он ставит лярву, у него почему-то поклёвок нет. Одновременно я стою рядом, и у меня поклёвки на лярву присутствуют. Вот это вопрос, а к чему? Это предубеждение такое, или просто техника, может быть, ловли, проводки, приманки? Почему? Вот он опять ставит бороду бейтс, у него окунь клеёт. Вот интересно. Ну, это такой вопрос о том, что приманки надо постоянно менять. То есть не зацикливаться на какой-то одной, пробовать, но при этом, если на что-то получается лучше ловить, то, конечно, акцентировать на этом внимание. Я правильно сказал? Совершенно точно. Вот так. Вот Алексей сейчас занимается тем, что валяет дурака, приклеивает к приманке борода бейтс маленький хвостик, который у него откусили. Потому что он свято верит, что вот приманка должна быть именно вот с этим хвостиком. То есть в прошлом видео у нас был эксперт Валерий, а в этом у нас эксперт Алексей, который точно знает, как надо. А не проще ли было бы как-нибудь на зажигалке прижечь? Вот ребята из борода бейтс. Вот так тюнингуются ваши приманки. Возьмите себе на заметку. Ну что, окунь у нас клевать перестал окончательно. Трава плывет. Будем мы заканчивать сегодняшнюю ловлю. В принципе, на двоих мы штук 15 зачетных окуней поймали. С учетом того, что сегодня на фоне этого идут соревнования, ну, мы как бы от нуля ушли. И вполне даже, я думаю, килограмма два мы в сумме наловили. Вполне нормальный результат для сегодняшнего дня. А за семь. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Вставьте все, что хотите. Леша, помаши ручкой, пожалуйста. Пока-пока. Пока-пока. Всем привет от эксперта Валерия, который сегодня отдыхает. Пока. О, блин, кишки. Так и цепляют замор на лица людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин